всем привет с вами ванок и сегодня мы снова познакомимся с игрой под названием steel and flash что скажете вы да погодите-ка тут же на фоне играет музыка из mountain blade да да и тот то в общем то постоянно пребывает на моем канале помнить что я по этой игре делал небольшой видеоролик и те кто совсем хорошей памяти вспомнить что эта игрушка на самом деле сделана для андроида тогда именно так это по сути клон на mountain blade на андроиде и в принципе это будет самый емко и самое точное определение данной игры и я тут совершенно не ошибусь и на самом деле эта игрушка развивается эта игрушка уже претерпела несколько изменений с каждым изменением она становится все богаче и все больше похоже на все тот же mountain blade я решил на нее сегодня снова взглянуть но так как прошлый раз я писал видеоролик непосредственно со своего планшета и выглядел это достаточно кроват на самом деле видеоряд он был в принципе в целом нормальный но при этом я не мог нормально комментировать то есть я мог только потом налагать какие-то комментарии и конечно можно было играть и так но мне честно говоря не очень понравилась эта игра на планшете но это не очень удобно здесь же соответственно у нас будет немножко немножко все иначе я тут вроде как поднастроил игру не могу зарантировать что все будет нормально плюс много гонктировать что не будет рекламы все-таки android но мы попробуем потому что это реально круто для рекламы реальной интереса потому что игрушка развился и грушка действительно получил некоторые интересные вещи которые реально нужно присоотребить которое просто чиста чтобы понимать что черт побери если такие продукты и эти продукты Реально работает, в них реально играет И... Ну, это действительно интересно смотрится В любом случае, сегодня, конечно же Мы не будем прям так уж совсем стараться Ну, в том плане, что Я не буду делать полноценное Летсплее по данной игре, полноценное прохождение Но чуть-чуть посмотреть, чуть-чуть Собственно Проанализировать, и вот, соответственно, мы здесь начинаем Тут у нас, соответственно Как и Раньше Кстати говоря Прикольно, работает, да Моя фишка, в общем У нас здесь, соответственно, можно зайти в город Я просто хочу, чтобы Меня тут никто не атаковал Потому что, в отличие... Вот, кстати, как раз Это сама реклама, о которой я говорил Ну, как бы, без нее никак не получится Потому что это особенности Еще раз говорю, андроида, и здесь От этого никак не сбежишь Я попытался, соответственно, что-то придумать Кстати, играю я в эмуляторе Соответственно, эмулятор позволяет мне настроить Управление с клавиатурой Правда, немножко кривовато Я пытался в другом эмуляторе Там это более все лучше работает То есть там, ну, уже более полноценно получается Именно Как это... Адаптация То есть эмуляция, по сути И там нормальное управление Там сам симулятор не так стабильно работает Поэтому пришлось играть на этом Вот Соответственно, в принципе, у меня сейчас есть настроечки Которые мне позволяют двигаться персонажу Бить и ставить блок А вот камеру крутить тут, походу, можно будет только мышкой Здесь просто нет, соответственно, полноценных джойстиков Ну, виртуальных я имею их джойстиков То есть во многих играх есть вот такие Видите, тут слева Находится как раз вот такая Кружочек, который бегает Вот, соответственно, в многих играх Здесь присутствует джойстик, который, соответственно, слева Передвигаться, справа крутить камеру Или наоборот Здесь немножко все иначе Ну, тут своеобразное направление Это ведут боевки Вот Ну и плюс надо заметить, что я как раз не закончил мысль Здесь сразу видно Изменения по сравнению с обычным Маттнбэдом Что на глобальной карте нет паузы То есть там все бегают Действует что-то А игрок при этом стоит на месте Ну, там вроде как можно паузу поставить Но не важно В любом случае, смотрите Вот сейчас мы находимся в городе Ну, конечно, по-моему, дело, что графика Достаточно упрощенная Но это оно и понятно Называется, что это все должно работать на телефонах Ну, телефон, конечно, они вообще не писали Как в это можно играть Ну, на планшетах хотя бы, да Может быть, да На все-таки более-менее мощных Потому что в любом случае Мне кажется, на совсем древних Это просто не запустится игра Не хватит ресурсов Но, тем не менее, все-таки По-другому, что у планшетов Характеристики послабее будут Чем у компьютеров персональных У большинства, по крайней мере, да У персональных компьютеров И большинства планшетов И поэтому графика здесь похуже Но, тем не менее, смотрите Вот Кто сейчас наблюдает Кстати, игра это как раз изменение По-моему, раньше этого не было То есть раньше нельзя было зайти в город И мне бы погулять Это реально круто То есть, представляете Вот это все на крайне своего устройства Если, опять же, есть возможность Это, ну, мне кажется, это ошеломительно Это классно Даже можно сюда зайти То есть Всякие Какие-то тут Проработанные домишки Знаете, здания Ворота То есть Люди ходят Причем, кстати говоря Вот как раз Проработка Внешних персонажей По-моему, даже еще лучше Чем Города Ну, то есть Тут более детализировано Они же как-то выделяются Ну, конечно, тоже Свои условные Свои какие-то там Минималистичные Упрощения Но, тем не менее Это реально класс Можно даже с ним поговорить Ну-ка Вот только Это, конечно, цел А, вот Можно кликнуть Город, скажи нам о себе Я не интересуюсь Так А ты можешь Войти в мой склад? Нет, я не Христианин И не солдат Понятно То есть С ним особенно Не пообщаешься Ни с кем То есть Может тут еще Кого-то завербовать К себе Вот это Вот это интересно Ну-ка Понятно То есть Надо как-то Еще тут разбираться То есть Где тут Отряд набирать И прочее Ну, скорее всего Надо заходить Куда-то В какие-то Деревня Местные Деревни Точнее В любом случае Это Это реально Круто Это просто Ну, не знаю Как это назвать Это Мне лично Очень нравится Ситуация Конечно Несмотря на рекламу Которую я постоянно Собрал Несмотря на Еще раз говорю На упрощение Многие Все-таки И несмотря на то Что самое главное Что есть По себе Молтенблейд Который Поделали В любом случае Лучше Чем Какие-то Клоны Него Но тем не менее С точки зрения Того Что на Обычных Наших Телефонных Планшетов Нормального Молтенблейда Нет Если на Какой там На Это На видео Это выходил Забыл уже Честно говоря Как это называется Первое видео По данной игре Рассказывал вам Шилд По-моему Как так А нет Ну короче Было такое устройство На нем Для него Согласно Сделали порт Молтенблейда А для обычных Телефонов Планшетов Этого не было Итак Давайте мы посмотрим Что у нас есть еще Так Здесь можем набрать Солдат Солдат Рекрут Рус Ну давайте Наберем Деньги у нас В принципе Есть У нас правда Теперь закончилось Максимальное Количество Кого можем Нанять Понятно Ну ладно Это в принципе Не страшно Можем зайти А Ну деревень Соответственно Это Ага Можем Соответственно Нанимать Та и по воле Кого-то Получше Ну-ка Допустим Допустим Смотрите-ка Давай сначала Мы Наши персонажи Тоже же важные вещи И которые Тоже я вам не показывал Здесь Смотрите Можно задавать Причёски Даже покрутить Персонажа Можем Нашего Тоже конечно Всё это Примитивно Но есть же Чёрт побери Вот это всё Присутствует Это тоже Тоже очень интересно Так Ну бороду задать То есть Ну Ребята С точки зрения Скажем так Игрового опыта Это круто Особенно если вы будете Играть нормально Они эмуляторы Как я Но Мне в целях записи Это всё нужно Для упрощения ситуации Да Соответственно Можем женскую персонажа Даже создать Конечно уродливо Но создать Да Вот Соответственно У нас тут есть Характеристики Но характеристики Я вам рассказывал Показывал Условно Да Какие-то параметры Ещё в том числе Известность Респект И прочее Флаг Даже нам выбрать Можно Чёрт побери Ну реально Сток Всё Переворовали Перекопировали У Тейлвордсов Ну то есть Понятное дело Что конечно Тут даже Платные флаги Вот То есть Понятное дело Что скажем так Совсем То что разработчиков Хвалить за это не стоит Потому что Понятное дело Что Скорее всего Платная опция Всё таки Ну надо понимать Что Это не самое Правильное решение Ну то есть Как сказать Так Как вас Теперь А вот тут Разогнать Скорее всего Где-то Дорвать Кнопочка Хм Так Это Нас Посмотреть Как вас Как должно Быть Разогнать Явно Не с клавиатуры Кстати Величить Приблизить Ну то есть Я в принципе Помню Я с этим делом В то время Тоже страдал Как надо было Разбираться Но Забавно Флаг России Висит Но сейчас Я как-то Не знаю Ну ладно В принципе Не самый критичный Момент Конечно Будет неприятно Мы сейчас От кого-нибудь Отгребем Видите Даже можно Вот так Камеру Ворочать Ну то есть Много Что здесь есть Может Посмотреть Сотас На Доступные Фракции В этом Нашем Мире Да Здесь Всякие Всякие Золотая Орда Пираты Повстанцы Ну как бы В данном случае Хотя бы Разработчики Не копировали Ничего От Лордцев Так А просто Соответственно Взяли Свой вариант Так Как-то еще Можно было Крутить Именно Камеру На карте Или нельзя Может и нельзя Ну в данном случае Тут ну Что есть То есть Давайте-ка Мы знаете Что Прикупим Костюмчик Про Тут Дорогого Е-мое Да Да Однако Ну хоть Какая-то Защита Нам В данном случае Нужна Потому что Без защиты Будет Совсем Тухло Так Тут нам Предлагают Все подряд Купить Ну давайте Хочешь Какой-то Базовый Кипров Действительно Приобретем Ну и Сапоги Конечно Куда же Без Сапог Вот как Так Окей А Ну Еще Нам Лошадь Полагает Нам Кажется Это Будет Совсем Перебор Само Сразу Лошадь Давайте КМС Сначала Зайдем Вентарь И попробую Разобраться Ага Вот так Вот Я даже Не сразу Понял Как Это Все Дело Экипируется Так Меч У нас Есть Щита У нас Нет Щит Было бы Неплохо Нам Тоже Заиметь Потому Что Ладно Давайте Нам Так Предлагают Еще Посмотрим На Лошадь Конечно Лошадь Это Мне кажется Совсем Будет Ну Да Лошадь Тут Больно Дороговато Пока Что Мы Не Заимеем Тут Еще Есть А Кстати Вот Да Это Попроще Вариант На Ослике Я Даже По Моему Показывал Вам Геймплей Условно Геймплей Но Показывал Так Ну Давайте Ладно Еще Вот Эту Купим Не Слишком Дорого Так Мне Конечно Хотелось бы Нормально Разобраться Как Мне Можно Нормальный Отряд Нанять Благ Деньги Есть Ну Ладно Главное Что Мы тут Такие Вещи Сделали На Деньги В Ситуациях Конечно Очень Необычно Все Смотрится Ну Что Малты Бандит Мне Кажется Это Для нас Пока Что Не Самый Лучший Противник Нам Нужно Найти Хлутер С лутером я справлюсь Я помню, на самом деле сложно достаточно Игрушка в этом плане Потому что Реально, реально Меня, когда я играл на планшете В этой версии игры, просто нагибали Так, кому-то кто-то Войну объявляет Правда, мне кажется, не там я начал Немножечко Потому что Возможно, если бы я начал в другом месте У меня бы противники нормально были Потому что тут всякие степные бандиты Хотя бы они за мной не гоняются По карте, это что? Маутен, где обычный лутер? Скажите мне, необычный лутер Если брать по аналогии с Маутен Бэдом, они Ой, 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 извините, извините Я перепутал, я по Так сказать, на халяву Хотел Повестись Ну, собственно, халява она Вы знаете Так говорится На самом деле Халява на сыр только в мышеловке бывает Так, ну Что-то я тут не вижу, на самом деле Никаких мне нормальных практик Вижу Киев Карта большая Карта реально большая Но очень неудобно, что нельзя ее нормально Посмотреть А, хотя Вот, кстати, можно ее Вот так вот посмотреть Правда Вот, все Вот так можно отдалить И понять, что на самом деле Нам нужно вообще Вот сюда Бежать И сюда Ну, то есть, видите Тут мир так очень своеобразный Так разделены на такие островки Своеобразные Причем тут, видите Как-то Очень друг с другом Странно соперничают Я боюсь вступать На самом деле Вот с этими бандитами В сватку Если я тебе начал Какой-то в первый раз Запустил игру Еще давно Часто, да Странным казалось Откуда вот эти цифры Что за Киев Допустим 103, да На самом деле Это все лишь Показывает гарнизон Который здесь Так Таун А можно Допустим Какой-то Турнир Походу нет Походу нет Ну пойдем Куда-то вот сюда Может быть Тут кого-то найдем Более подходящим Реально Противник тоже Сложно найти Как допустим Гурел Вар Как его там Гурел Варфер Забыл Название игры Которая у нас На канале Недавно появлялась Вот Там тоже Соответственно Очень довольно Сложно Начинать Потому что там Противников По зубам Тебе найти Бывает Проблематично Бывает Ну Видите Тут Так Ну давайте Ладно Чисто ради прикола Хотя Хотя Я конечно Садюсь Скорее всего Ну против Против вот этих Попробуем Хотя скорее всего Еще раз говорю О грибу Ну чисто ради Интереса Хотя Хотя нет Знаете что Давайте-ка мы Вот так сделаем Вот сюда Сплаваем По-быстрому Может быть Какой-то по пути Встретим Каких там Лутеров Или там На этом острове На тему Что-то более подходящего Здесь ну реально Какой-то Харкорный Старт Хоть и за За Русь Но На родной территории Руси Плавают какие-то Точнее бегают Какие-то Совсем Опасные Товарищи Жалко Здесь кажется Ускарить Время Нельзя Хотя Мне кажется Может быть И не стоило Кстати говоря Нет Не щелкается То есть Всякие события Тут происходят Ну реально Много Всяких Вещей Ну конечно Хочется Что-то Более О Кстати Бица Тут идет Допустим Видите Даже Отображается Кто с кем Какая Статистика И прочее Ну реально Такие вещи Есть Так Где Это мы А это Мы Короче Приплыли На небольшой Островочек Интересно Бандиты За мной Бегут Fighting Spirit Минус 10 У нас пошло За то Что мы Долго Не участвовали В бою Наверное Тут реально Можно Наверное Оставить Где-то Игрушку Просто Не умею Войти Вот так А Забыться По аналогии С Mountain Blade И просто Вот так Где-нибудь Героя Нашего Вот тут Так В поле Оставить И уйти И Придешь От этого Соответственно Убили Разграбили И прочее Ну то есть Не самое приятное Вот Надо куда-нибудь Подальше Отойти Это тоже Маутенбандист Самый лучший Товарищ Так Золотая Орда С кем-то Воюет Уже Тут Мы уже В какой-то Вообще Китай Пришли Да Что-то Как-то Тут Тоже Не очень Хорошо Куда Лутер Это делись Измельчал Иначе Лутер Обычный Да Тут Реально Стоит Китай То есть Мы Уже Из России В Китай Переплыли Причем Наш персонаж Без всяких Лодок То есть Морские сражения Здесь Конечно Пока что Очень Своеобразные Точнее Не морские Сражения Морские Путешествия Но Вот такая Вещь тоже Есть Тут Смотрите Тут Какие-то Соответственно Отряд Военные Тут Соответственно Форест Бандиты Вот Роберс Вот Роберс Мне нужны Вот Скорее Роберс Это как раз То что Мне Нужно Главное Что Меня тут Перехватили Так Роберс Вот Роберс Гоу Отлично На самом деле Это тоже не факт Что они Меня сейчас Не наваяют Но По крайней мере Больше У меня Возможности Итак Ну что Попытаемся Постражаться Тут Кстати В настройках Есть И всякие Бэтлсайз Размеры И прочее Но Реклама Здесь Конечно Очень Много Вот Ну Придется Наверное Оставлять Так Ну что Поехали Так Кстати Управление Кстати Говорят Так Стойте Стойте В линию Так И все И все Не надо Не подойдет Так Я что Я шамскал Стойте Туда Не побежали Интересно Вроде Все Перестали Бегать Окей Значит Соответственно У нас У нас Блок У нас Есть Удар Вам Тут Еще Есть Удар Более Более Простой Но Не знаю Так Что У меня Ай Той Ой Ай Уй Ай Меня Стреляют Погодите Лутер Лутер Не должны Быть Лутер Лутер Что Издеваетесь А Те Щит Не Нужно Удерживать Вот Такая Боевка 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 Не Странится С Монтой Блейд Банально Потому Что Примитивная Гораздо Она Идет Но Тем Интересно Сейчас Будет С нами Надо Кстати Сохраниться Перед Битвой Что Я Не Подумал А Ну Собственно Как и Раньше Вот Такая Фигня То Даже Они Собственно Ну Так Ой Так Ну Давайте Еще раз Вступим В бой То Тут Такую Фишку Стали Заботить Что Нас Не Пленяет Не Убивает А Просто Мы На Карты Выплюваемся Назад В Принципе Мы Сейчас Пол А Даже Полностью Здорове Только Без Армии Ну В Принципе Можно Так С Овлением Просто Поубивать Что Кстати Говоря Как-то Странно Наш Герой Поднимается В гору Гора Видимо Не Его Конек В принципе Так Можно Раз Раз И Перебить Всех И Заодно Прокачаться Ну Вот В принципе Игрой Процесс Он Он Основ Как раз Таких Ряд Сражений Потом Выкачайся Потом Круч Становитесь Можно Там Лошадь Купить Ну В принципе Лошадь Я вообще Честно говоря Боюсь Тут Пытаться Что-то Сделать Сейчас За дерево Спрячемся Мне кажется Это будет Совсем Неудобно Управление 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 В этой Игре Еще Не Очень Реализовано Хорошо Особенно Если Играть Вот Как Я Но Терпимо Так Ребятам Идите Сюда Главное Что У меня Здесь Есть Ох Вы Сходите Своей Зерею Еще И Нас Мочаритесь Вообще Плохие Люди Тут Можно На самом деле Действительно Какой-то Более Простой Удар Найти Умри Вот Отлично Мы убили Всех Миричников Остались Только Лучники Так Давайте Мы Здоровье Наш Прокачаем Это Хотя И Лидершип Надо Качать Лидершип Как Показал Практика Очень Важен Для Нас Дал Так В России Зря Нарик Качаю Тут Главное Что Прокачаться Чуть У нас Как-то Игра Ускор А Мы Победили Мне показалось Что Мы Проиграли Сначала Написано Но Это Наша Потери В общем Как-то Так Получается И снова Реклама Рекламы Реально Много Я пытался Пытаться Поставить Какое Приложение Которое Блокировало Рекламу Что-то Не Получается Так Смотрите Можем Взять Пленных И Можем Взять Влут Вот Это Интересно Окей Смотрите Ка Мы Тут Можем Взять Теперь Еще Лук Себе Нам И Попробуй Сдел Стрелять Причем Лук Судя по всему Бесконечная Стрела Ну Либо Согласно Какие Тут Свои Нюансы Так Что Лучше Сворд Ну Явно Лучше У нас Сворд Который У нас Сейчас Есть Так Это Все Хуже Явно Видите Тут Кстати Говори Видите Нет Разницы По Защите То есть Вы В принципе Защиту Просто Общую Свою Повышаете Когда Приметы Покупаете Судя по всему Как-то Сохраняемся И давайте-ка Мы отправимся Куда-нибудь В город Продадим Наш лут Первый И попытаемся Кого-то нанять Правда у нас Не так много денег Что-то нанимать Мне кажется Лучше вообще Пока что Без Людей бегать А качаться И прочее Так Ок Детей Кстати Не так Шинок Дают Но Хоть что-то Додают Да Вот И мы В принципе Неплох Не таков Мы Разбогатели У нас 8500 Монет Это В принципе Уже Получшим 3000 Мы Получили Мы На лошадку Пока что Не Тянем Так Нет Надо Искать У тех же Бандитов С ним Проще Будет То есть В принципе По-хорошему Тут Пролегать Вообще Нереально Может Конечно Деньги Отнимают За Проигрыш А может И нет Не знаю В этом случае Нужно Вот так Сражаться Нужно Таким Битвами Поначалу Обходиться Можем Кстати Деревню Грабануть Ну Зачем Отношения Портить Говорится И прочее Так Ну Вообще Что-то Мы Зарплат Походу Заплатили Да Но Платить Некому Давайте попробуем Варь интерес На самом деле Не хочу Сильно Долго В эту Игру Играть Потому что Сейчас Очень Своеобразная Игрушка Вот Поэтому Тут Конечно Долго В нее Зависать Не будешь То есть Даже Неспи Играл бы На планшете Я не смогу Просто Сейчас Управление Очень Неудобное Непривычное По крайней мере Лично Мне То есть Может быть Оно Скажем так По меркам Андроиды И вполне Нормальное Но Лично Мне Оно Не очень Нравится Банально Я к другому Привык Особенно После Монта Блейд Что ты Как ты У меня Сползаешь У меня Конечно Тут Очень Своеобразно Устроено Управление Может быть Он сползает И потому что Я криво Сделал Потому что Она тоже Ровно Вот этим Передвижение Ставить Ну вот Ладно Это нюансы Вот Кстати говоря Лошади Лошадь Все Короче Понятно Даже связаться Не стоило Потому что Тут Просто Просто Меня нагнули Просто Чарджи Меня сбили И в общем Лошадь Здесь походу Да их По христикам Ну Страшные люди Страшные люди Все Валим их Причем надо сразу Валить Потому что тут же Пауза не ставится Тоже Нельзя забывать Они же нагонят Еще раз Меня сейчас Поддадут Да Ой Понятно Все с вами Так А меня кстати Догоняют По-моему Интересно А если Отряд Этот А у меня Спасот Им по барабану А им по барабану Вообще Вот кстати С роберсами Можно С роберсом Хорошо называя Бандитами Попытаться Что-то сделать Но эти Стать Не отстают А двигают А эти Стать Тоже По-моему Быстренько Передвигаются Но за ним Видите Погнались Другие Товарищи То есть Этих Понятно Бессмысленно Было За ним Гнаться Что их Убил Лорд Причем На Как говорится Зачем Непонятно Ладно Короче Ребята Тебя сильно Долго затягивать Видео не будет То есть Я в принципе Вам много Интересных вещей Показал Конечно Можете Штурмы Нареряка Показать Нареряка Они тут Тоже Есть То есть Игрушка Не стоит Еще с Грой На месте Игрушка Развивается Выходит Патч Это Круто Но Слишком Много Реклама Еще раз Говорю В любом случае Прикольно Смотрится Очень Интересно По крайней мере В этот раз Я вам показал Более Живой Игрой Процесс Со Дорогая Игра Вот Конечно Реально Много Но Соответственно Есть Всякие Настройки Тут Смотрите Можно Задать Качество Картинки Можно Размер Отряда Даже Задать Побольше Можно Отключить Даже Лошадей Можно Отключить Прикольно Вот То есть И Кстати Игра Я вам Рассказывал Далеко Не первая Игра В серии У них Есть И другие Игры Тоже По аналогичному Принципу работающий Но это Как бы Самая Верхушка Как говорится Айсберга Верхушка Прогресса Как видите Нужно даже Почитать Что у них Там Новые Костюмы Версии 9 Добавились Шлема Лошади Новые Корабли Версии 1.8 Добавились Всякие Погодные Эффекты Возможность Походить По городу Диалоги С Населением Города Потом Еще Лошади Версии 1.7 Добавились Костюмы В общем Конечно Вряд ли Я буду Сильно Так Педалировать Рассматривать Еще в будущем Вряд ли Тоже буду Хотя Может быть Выглядит Крупное Обновление Потому что Ну реально Много тут Придирок Косяков И Наверное Конечно Нужно будет Разбираться С эмуляторами В которых Нормально Можно настроить Управление Потому что Мне очень Понравилось То что Другому Эмулятору Реально Он сам Автоматом Отхватил Управление Это круто А вот Этот Не может Таких вещей Сделать Но зато С другой стороны Он Более стабиль Ладно С вами был Ванок Спасибо За просмотр Видео Не забывайте Подписываться На канал Оставлять Комментарии И Всем Удачи